Всем привет! Сегодня узнаем, когда гаджеты становятся опасными, какие слова не говорят настоящие мужчины и почему лишний вес упорно возвращается. Подробности далее. Всего два часа пользования мобильным телефоном в день резко снижают качество сна у подростков. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета. Выяснилось, что дети, которые сидели за компьютером или играли в видеоигры в течение более двух часов в день, спали на 17-11 минут меньше соответственно, чем те, кто не так увлекался современными технологиями. Любители поболтать по телефону больше двух часов в день в три раза чаще, чем нормальные дети спали менее восьми часов в сутки. Примечательно, что просмотр телевизора оказал на подростков противоположный эффект. Те, кто проводил перед экраном более двух часов в день, чаще спали свыше восьмичасовой нормы. Ученые выяснили, проанализировав миллионы сообщений в Твиттер, что в сети стереотипы о том, что говорят и что думают мужчины и женщины, усиливаются и мешают общению. К примеру, если представители сильного пола употребляли слова «милый», «чудесный», «красивый», то их респонденты воспринимали как женщин, считая, что настоящие мужчины таких слов никогда не говорят. А когда представительницы слабого пола беседовали о науке и спорте, их принимали за мужчин. Как заключили ученые, сделанные выводы объясняют, почему дискуссии в интернет-пространстве часто обретают более жестокий ход, чем споры в реальности. Группа ученых из университета Питтсбурга выяснила причину, которая приводит к возвращению лишнего веса, потерянного во время диеты. Как оказалось, после того, как человек прекращает ограничивать себя в еде, он, как правило, перестает правильно питаться и адекватно воспринимать изменения собственного внешнего вида. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 100 человек, около года сидевших на диете. После окончания диеты испытуемые вернулись к обычному рациону, не обращая внимания на график питания, размеры качества еды и потерянные килограммы быстро восстановились. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что любая диета требует своего продолжения, иначе ее результаты сходят на нет. Это были самые очевидные новости науки на сегодня. Пока!